О борьбе с коррупцией много говорили на традиционном форуме прессы «Формула доверия». Он собрал более 70 журналистов районных и городских газет и телекомпаний. Гостем и главным ньюсмейкером стал губернатор. Итоги встречи обобщит Ольга Павловская. Пять с половиной часов диалога. Говорили обо всем. О значимости муниципальной прессы журналисты на местах должны быть в курсе проблем. Медицине, благоустройстве, образовании. Не обошлось и без разговора о финансах. Так стало известно, что тендеры на субсидии Самаре и Тольятти со следующего года будет проводить областное правительство. Так можно будет жестче контролировать расход средств. Например, ремонт улицы Луначарского. Губернатор признается, когда ему принесли документы, он, мягко говоря, удивился. Цена контракта составляла 1 миллиард 700 миллионов рублей. Это что означает, что мы даем полтора миллиарда Самаре денег, оказывается, даже одну улицу не сделаем? Это тогда что мы можем за эти годы сделать в Самаре? Мы ничего тогда не сделаем. И пошло, отпустили. Разберитесь. 600 миллионов сняли. Вернулся через два месяца, миллиард 100. Запустили в экспертизу. Экспертизу еще 200 с небольшим сняла. Проектанты посмотрели и оценили полностью этот проект. Еще 280 миллионов. То же самое касается и строительства спортобъектов. Вкрытый каток на мегзаводе. Изначальная цифра за 300 миллионов рублей. Конечное менее 200. Переговоры о ценах проходят нелегко, говорит губернатор. Но взаимопонимание возникает. Самая тяжелая сейчас ситуация в области, это в Сызрине. За перемены 76% жителей. Диалога с властью в последние годы у людей не получалось. Формально все выглядело прилично. Деньги в город области выделяло. По документам результат был. Правда на месте мало что менялось. В СМИ это практически не освещалось. Корреспонденты работающие, конечно, сами должны быть очень грамотны. Очень грамотны. Ведь не зря в западном мире очень часто и журналистов, и журналистов вырастали в том себе политики, там, руководители государств. Значит, этот журналист вполне мог, условно, баллотироваться и бороться и побеждать. Не только от того, что он популярен, от того, что его знают, он пишет или там на телевидении. А есть другой вопрос, что он очень профессионален. Актуальна сейчас тема и образование. Самарский аркосмический университет в топе 15 по России. Этому, говорит Николай Меркушкин, он уделяет не зря так много внимания. На карту поставлено много. Цель – топ-100 мира. А это вопросы конкурентноспособности, имиджа и дальнейшего развития региона. Ольга Павловская, Алексей Времирский, Новости губернии, Красноярский район.